Всем привет! Это Мишаманы. В сегодняшнем ролике я бы хотел поговорить об оберегах и микстурах. О предметах, которые могут усилить вашего персонажа довольно серьезным образом в новой лиге 3.23 Аффликшн, или же Заклятие. Но обо всем по порядку. Для того, чтобы разобраться с тем, какие они есть и из чего же выбрать, нужно для начала зайти на сайт ПОЭДБ. И тут в разделе Аффликшн вы можете найти все нововведения, которые появились в данной лиге, отсортированные по группам. Соответственно, здесь есть Тинкчерс, это микстуры и Чармс, это обереги. А Тинкчерс это, соответственно, банка, которая работает на ваши атаки и она доступна классу Варден оф Маджи. Соответственно, для того, чтобы иметь возможность поставить микстуру и намазать ее на ваше оружие, вы должны прикачать ноду Коутед Блэйд. И для того, чтобы еще сильнее увеличить эффект, связанный с микстурами, вы можете прикачать либо Нейчерс Конкокшн, который благодаря микстуре будет усиливать соседние фласки. Что очень-очень сильно, особенно это сильно с поясом, который падает в хейсте и называется Микродистиллари Белт, который отключает один из слотов фласки. Таким образом, вы усиливаете фласки с помощью пояса, поскольку он не только отключает, но еще и бафает фласки. Но еще вы получаете дополнительный баф от микстуры. И второй вариант это Интенсифайинг Сифужин. И здесь мы можем получить увеличение эффекта за каждый пустой слот фласки. Соответственно, это все, что связано с микстурами, и это все у Вардена. А то, что связано с оберегами, у другого класса находится, у Праймалиста, который с синими светлячками. И Чарма это, по сути, если вдруг вы не сталкивались еще, это предметы, которые усиливают вашего персонажа различными пассивками с Ассенденси. Выглядят они таким образом, есть три типа, и на них ролятся модификаторы, которые связаны с различными Ассенденсами, которые уже есть в игре. Таким образом, если вы выбираете Праймалиста, то вы можете спокойно стать полуджиггернаутом, полуэлемкой и так далее. Вот, всего три слота доступны для того, чтобы надеть Чармы. И для того, чтобы для вашего персонажа максимально эффективно подобрать те Чармы, которые нужны, я крайне советую зайти на Пойда Бэй и посмотреть, какие варианты есть. Все эти, соответственно, варианты есть в разных весовых категориях, так сказать. Они отсортированы по названию по различным классам, соответственно, вот Джиггернаута, да, Ов Джиггернаут, там, не знаю, Чифтана, пассивки, Чифтана и так далее. Это может помочь сориентироваться, если вы примерно представляете, обилки какого класса вашему персонажу могут помочь. Вот, а дальше, справа здесь видите, есть столбец Weight, то есть вес. И на него тоже стоит обращать внимание очень-очень сильно. Чем ниже вес, тем реже встречается предмет. Все, что ниже 50 веса, можно считать, если не очень, то довольно-таки редким. И для того, чтобы легче было искать подобные предметы, можно воспользоваться поэтрейдом, поскольку в чате возникали вопросы касательно того, как именно их искать. А в Акинт вроде уже тоже подфиксили, там какой-то патч вышел, который добавили и Чармы, и Тинкчеры. Значит, мы здесь выбираем item категорию. Чарм, Any Charm, либо Тинкчер. А далее внизу, справа, в дополнительных фильтрах, мы выбираем какой-то из модификаторов, который нас интересует. Допустим, Кнот Бестант, Вайл Личинг. Просто это копируем сюда. И, соответственно, поиск работает. Но такого не оказалось на хардкортрейде, а на софткортрейде. Ну-ка, ну-ка. Сдохла лига или нет? Не сдохла, нормально. И таким образом вы можете забить себе в фильтр поиска предметы, которые вам наиболее полезны и как можно быстрее их для себя подобрать. Среди сильных здесь есть очень редкие на дополнительные проджи. Также для себя я выделил наиболее эффективным тот, который увеличивает количество здоровья у трупов, которые вы призываете для ДД билда и так далее, и так далее. Таким образом, здесь, учитывая, что на каждом чарме может быть по два модификатора, можно очень большую вариативность создать в плане бафов вашего персонажа и сделать его, в общем-то, во многом индивидуально, что прикольно. Следующая, тинкчерс. Тинкчерс сейчас тоже достаточно востребованы. Мне кажется, что наиболее популярный и сильный, наверное, вариант это банка, которая делает так, что весь ваш урон может наносить яд, накладывать яд. И на самом деле мы эти предметы можем получать фактически с первого-второго акта. Просто ограничения связаны будут с модификаторами, которые на них ролятся. И мы можем фактически очень-очень быстро формануть себе какой-то из нужных, и ваш билд будет работать уже как надо. Почему именно эта банка суперсильно выглядит? Потому что люди играют через лук с элементал дэмэджем. То есть, видите, лук, на котором куча элем урона стихийного. Но при этом играют через яд за счет как раз этого тинкчера. И при этом мы можем играть либо с Коршерл, например, либо Торнадо Шот. Это два наиболее популярных варианта на данный момент. Того, как использовать данную штуку. И, соответственно, за счет того, что мы получаем эти бафы, мы можем еще и бафнуть в дальнейшем соседние фласки, которые используются, что крайне сильно в сочетании с Pathfinder. Это делает еще более удобным выбор данного класса, поскольку он тоже сосредоточен на яде и на хаос уроне. Так что тоже довольно сильная штука. Уверен, что множество еще способов использования данного бафчика имеется. К тому же стоит отметить, что крайне много полезных модификаторов здесь тоже присутствуют. Тут всякие получения анслота, получения рейджа, каверы нэш и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, на самом деле, много вариантов, которые могут довольно мощно бафнуть вашего персонажа. Здесь и различные состояния, и генерация различных бафов при убийстве или при хите. Среди них есть те, которые достать крайне тяжело было бы. Например, какой-нибудь Grasping Wine on Hit, который замедляет фрагов. Ну, в общем, довольно много вариантов того, что можно с этим сделать. Вот, и комбинировать это с различными чармами различного типа тоже может быть довольно прикольно. Так что аналогично на трейде можно вбить себе нужные модификаторы и искать то, что подойдет именно вам. Надеюсь, данное видео оказалось вам полезным и интересным. Не забывайте заглядывать на прямые трансляции на Twitch и подписываться на соцсети в описании. Всегда рад вас видеть. Это был Мишиман. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok